Америка Оказывается, еще в 1502 году Антарктиду видели безо льда и снега. Об этом нам поведал знаменитый флорентийский картограф, путешественник и мореплаватель 16 века Америга Веспуччи, тот самый, в честь которого Новый Свет и получил название Америка. А начиналась эта удивительная история так. По приглашению короля Португалии Мануэля I в самом начале 16 века знаменитый флорентийский картограф, путешественник и мореплаватель Америга Веспуччи предпринял на португальских кораблях два плавания из Лиссабона к берегам Нового Материка. Имеется в виду современная Бразилия. Первое плавание продолжалось с мая 1501 по сентябрь 1502 года, второе под начальством адмирала Консала Коэлья с 10 мая 1503 по 18 июня 1504 года. После этих походов он оставил интересные записи. Мы плыли на юг, вдоль восточного побережья Новой Земли, имеется в виду современная Бразилия, пока не оказались в таких высоких южных широтах, что 7 апреля ночь продолжалась более 15 часов. Важное пояснение. Ночь в апреле в южных широтах длится более 15 часов, значит светлое время суток не более 8-9 часов. Сегодня это примерно 50-54 параллель южной широты, что примерно соответствует архипелагу Огненная Земля или почти южной оконечности Южной Америки. То есть экспедиция примерно достигла южных широт современной Южной Америки. Далее Америга Веспутчи пишет. Мы прошли еще 500 лье на юго-восток, пока не увидели новую Землю, вдоль которой шли еще 20 лье. Справка. 500 лье – это более 2500 километров, точнее 2778 километров. А что у нас на юге-востоке от южной точки Южной Америки, примерно на этом расстоянии? Правильно, Антарктида. То есть Америга Веспутчи мог реально оказаться именно у берегов Антарктиды. Но кто-то возразит, а вдруг это был один из островов Южной Атлантики? Все возможно, что спорить. Но посмотрим, что пишет далее знаменитый картограф. Высадиться на берег неизвестной земли не удалось. Мы не нашли подходящей гавани для высадки. Берег на всем протяжении оказался неприступным, высоким и скалистым. У команды не было теплой одежды, а в этой местности было довольно прохладно. Вскоре туман стал усиливаться, и видимость резко ухудшилась. Поэтому мы приняли решение покинуть эту неизвестную землю и взяли курс на Португалию. По словам картографа, экспедиция проплыла вдоль неизвестного скалистого берега более 100 километров, не найдя места для высадки из-за неприступного высокого скалистого берега на всем протяжении. Это явно не мелкие острова Атлантического океана и не Фанклендские острова, так как на этих островах нет неприступных высоких скалистых берегов на сотни километров в длину. Наоборот, там одни пологие берега с удобными бухтами и пляжами, где легко высадить команду на сушу. Даже на самом дальнем острове Южная Георгия, субантарктическом острове в Южной Атлантике, который мог оказаться на пути экспедиции, тоже нет неприступных скалистых берегов, зато полно тихих и удобных бухт для высадки на берег. К тому же современные исследования показали, что настоящая береговая линия Антарктиды, подо льдом, в том месте, где предположительно и плавала экспедиция, действительно имеет высокие ответственные неприступные скалы на многие сотни километров. Поэтому это, скорее всего, был именно Южный материк. Но тогда возникает главный вопрос. Почему известный мореплаватель и картограф описывает только высокие неприступные скалистые берега и ничего не говорит про толстый лед и бескрайние белоснежные снега? Да, он пишет, что было холодно у берега, но экипаж не замерз. Хотя даже летом в прибрежной зоне Антарктиды температура может колебаться от минус 5 до минус 15 градусов. А это был апрель. К тому же при сильном мокром ветре можно совсем замерзнуть и превратиться в ледышку и при нуле градусе за считанные часы. Повторю, у экипажа экспедиции не было никакой теплой одежды. Они же плыли в южные страны. Тут сразу возникает вопрос. А может в 1502 году в Антарктиде еще не было снега и было не так холодно, как сегодня? Вполне вероятно, ведь некая катастрофа произошла именно в первой половине 16 века, после которой и наступил малый ледниковый период, когда южные и северные полюса покрылись резко льдом и снегом. Неужели португальская экспедиция 1502 года со знаменитым флорентийским картографом и мореплаватем 16 века Америго-Веспуччи на борту открыла южный материк на 300 лет раньше русских мореплавателей? Все возможно. И это не пустые слова. Оказывается, после португальской экспедиции в первой половине 16 века южный материк Антарктиды был уже хорошо известен картографом всего мира и довольно точно отмечен на старинных картах мира 16 века. Для примера давайте взглянем на изображение Антарктиды, начертанное французским математиком и картографом Аронцием Фенеусом в первой половине 16 века. На его карте мира 1536 года, ныне хранящейся в Национальной библиотеке Франции, мы читаем «Карта мира в форме сердца с изображением Южной Земли». Но самое интересное, не эта карта, а другая. У французского картографа есть еще одна более ранняя карта 1531 года. И на этой карте уже полностью изображена Антарктида и Безольда. На Южном материке изображены горы и реки. Посмотрите на карту Фенеуса. Общее очертание континента Антарктиды удивительно совпадает с тем, что изображено на современных картах. И хотя расположение Южного материка относительно других континентов не совсем точен, горные цепи вдоль берега совпадают с многочисленными хребтами, открытые в наше время. Так что это не игра воображения картографа, а изображение рек на карте, существование которых было обнаружено только в 21 веке. Все это наталкивает на мысли, что на момент рисования этой карты побережье Антарктиды было уж точно свободно ото льда. Если это карта 1531 года, то получается, что до всемирной катастрофы 1,516 века Южный материк Антарктиды все-таки был хорошо известен в Европе и точно был безо льда. Глобальная катастрофа произошла предположительно, по моей версии, в 1538 году. О ней у меня на канале вышла серия видео. Ссылки я оставлю в конце видео и в описании под видео. Стоп! Нам уже 200 лет вбивает в головы, что Южный материк Антарктиды был впервые открыт только в 1820 году русской антарктической экспедиции под командованием Фадея Беллинсгауна и Михаила Лазарева на военных шлюпах Восток и Мирный. Тогда кто же переоткрыватель Антарктиды? И когда она покрылась льдом? Очевидно же, что официальная наука явно нам морочит голову о том, что Антарктида покрылась многокилометровым льдом десятки или сотни тысяч лет назад. И что ее впервые открыли только в 19 веке. Наверное, скрывают факт всемирной катастрофы 16 века, что после гибели древних цивилизаций был переделан мир и новые правители незаконно стали обладателями огромных территорий и древних знаний. А кто переоткрыватель? Сегодня уже трудно назвать имена героев 16 века, которые держали в руках более древние карты с изображением Антарктиды безо льда. Кстати, то же самое с тайнами Арктики. Оказывается, Арктика тоже хранит следы древней цивилизации, которые первыми открыли исследователи и ученые Германии в прошлом веке. И об этих открытиях я и расскажу в следующем видео. Будет много нового и интересного. Поэтому не забываем поставить лайк под видео, подписаться на мой канал и следить за новостями. Субтитры создавал DimaTorzok